Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Прошу помощи, так как хочу разобраться в своих отношениях с любимым мужчиной. Мне 45 лет, мы знакомы с Горой, встречаемся. Я привыкла считать, что у нас серьезные отношения с перспективой создания семьи. Тем более заявки на серьезные отношения были сделаны с самого начала, мужчина говорил мне, что любит меня, хочет иметь со мной семью, знакомую с родственниками и т.д. Меня беспокоит то, что спустя 3 года мы все равно встречаемся по выходным и делать наши встречи более часы нам не желают. Дети есть в той и другой стране, но отношения с ними дружеские. Хотелось бы знать, может действительно не что я доверяю таким громким заявлениям и все это время меня обманывают? Он говорил, что любит и что такими словами не привык бросаться, но почему тогда мы не можем видеться чаще? Даже долгие отсутчики во время отпуска у каждого не меняют картину. На встрече отводится только один выходной. В первую очередь я бы хотел сказать, что, ну вот так сказать, так ответить на ваш вопрос, действительно, может действительно не стоило доверять таким заявлениям и все это время меня обманывают. Я думаю, что психолог вряд ли, вряд ли может. Потому что, ну, как вы понимаете, наверное, сами, что отношения, они ваши. Вот, не, только ваши. Вот, и только вы как-то вот смотрите на, собственно, то, как они развиваются. Вот, и мы как люди, которые, ну, как люди, которые не участвуем непосредственно вот в ваших отношениях, да? Вот, мы вряд ли можем, скажем так, подсказать вам, значит, действительно люди вас обманывают человек или нет. Мне лично показалось, да, что вам важнее, собственно, вот, серьезность отношений, вот. Больше, чем сам человек, вот. То есть, как это происходит? Это происходит так, что для вас важнее, вот, какая-то, может, периферия, вот, нужна, чем, вот, сама такая составляющая отношений между вами. Вот. Вот. Важнее создание семьи нужно, чем, там, просто, например, возможность проводить с человеком время. Я ни в коем случае не хочу сказать вам о том, что это что-то такое, вот, обязательно плохое. Я ни в коем случае не хочу сказать, что вы совершаете какую-то ошибку или поступаете неправильно. Но, на мой взгляд, проблема, она заключается, ну, пожалуй, что в другом, в том, что вы как будто бы, вот, ну, не действуете в соответствии со своими приоритетами. То есть, если, если так получилось, вот, если так случилось, да, что вам важна некая такая вот нормальная история, да. Если так случилось, то вам, ну, важно, чтобы все было, там, как-то вот официально, да, и так далее. То, на мой взгляд, ну, несколько странно, что, вот, в течение, там, нескольких лет вы находились в отношениях, которые вас вроде как, вроде как не устраивают. Вот, да, на что-то надеются, на, ну, на что-то надеются, вот, чего-то ожидают и так далее. А, и, как бы, ну, ожидаю от человека, да, что он вот в какой-то момент реализует то, что вам хочется. При этом не совсем понятно, да, а вот, как вы сами, да, действуете для этого, то есть, что вы сами делаете, чтобы себя, грубо говоря, к этому приблизить. Вот. Ну, я, после того, что говорите ли вы, мужчина, да, о том, что, вот, мне чего-то не хватает, мне хочется, там, больше, и так далее. Потому что, ну, если нет, если вы этого не делаете, то, мужчина ведь может быть уверен в том, что вас всё устраивает. Вот. И даже, несмотря на то, что у вас, а, может быть, другое мнение, да, на этот счёт, всё равно, всё равно, он может думать иначе, чем вы. Поэтому, я думаю, что вам здесь, в первую очередь, стоит определиться для себя, вот, значит, в каком контексте, что для вас важнее. То есть, если вам важен человек, если вы видите, вот, ну, в мужчине личность, если вы находите в себе какую-то возможность, ну, уважать его, восхищаться им и так далее, вот. То, я не думаю, что, ну, брак и встреча имеют, вот, ну, какое-то решающее значение. Вот. Потому что вам, в принципе, для чего встречаться чаще, чтобы делать мужчину счастливым, да, вот, а, соответственно, если он с вами не хочет встречаться чаще, вот, значит, ему достаточно. Этого больше ему не надо, и, соответственно, в этом смысле, в этом случае всё в порядке. Вот. Другой вопрос, что если дело не ограничивается тем, что вы хотите делать человека счастливым, и если в дело, если в дело вступает ещё и вот то, что хочется вам. И вот это уже, за это отвечаете вы, вот, за, скажем так, реализацию, да, своих интересов, вот, отвечаете вы. И, на мой взгляд, если вот вы чувствуете себя не удовлетворенно, то дело здесь не то, что вас кто-то обманывает или не обманывает, дело здесь, что вы не в этом. Дело здесь в другом, дело здесь в том, что вы в какой-то момент, ну, почувствовал, да, наверное, что что-то не так, почувствовал, что что-то вас не устраивает. Вот, почувствовал, что, ну, что как-то вот всё складывается, ну, не так, не так, как вам хочется, вот. А что вы сделали, вы продолжили, по сути, в этом находиться, вот, то есть вы продолжили находиться в таком положении, в таком состоянии по отношению к себе, где вам вот что-то не нравится. Вот, вот, рассчитывая на то, что вот это изменится. И, когда это, ну, не изменилось, когда всё продолжило оставаться, вот, ну, примерно вот всё вот тако, плюс-минус, значит, в таком контексте, вот. Вот, я думаю, что вы естественным образом почувствовали, значит, себя разочарованы, да, почувствовали себя обмануты, вот, и начали на молодого человека влить. Вот, злость, злость, нормальная и хорошая, в данном случае, чувство, справедливая, но направляете вы свою злость несколько не туда, вы направляете её на мужчину, предполагая, что вот он меня обманул и погрел. А по факту вам надо, ну, по крайней мере, желательно обратить внимание на себя, вот, на то, чего вы сейчас, прямо сейчас хотите. Вот, то есть, что вам нужно, что вам легко удаётся, а что нет. И обратите на это внимание, значит, позвольте этому направлять ваше поведение, ваше поведение, ваше поведение. Я думаю, что ответ на этот вопрос не доставлю себя ждать, потому что любое изменение поведения, да, а, например, если вы позволите себе, оно, как-то вот, сказать, да, я не хочу, не хочу, там, для тебя чего-то делать, да, не хочу, да, я не хочу, там, предпринимать что-то и так далее. Вот, любая активность выведет вас на разговоры, и если есть возможность какой-то позитивной тенденции, да, если есть такая возможность, возможность позитивной тенденции, вот, то она себя проявит. Вот, если же её нет, то она себя и не проявит. Вот, и, соответственно, это будет говорить и говорить о том, что вам, ну, наверное, дальше не по пути, и пришло время, в общем и целом, наверное, расставаться. Вот, но, опять же, повторюсь, вам необходимо увидеть свою мотивацию, увидеть свою мотивацию, свой мотив, находиться в отношениях, потому что, как мне показалось, вы только для того, чтобы вот, значит, ну, чтобы построить что-то серьёзное, то есть, чтобы себя защитить, обезопасить себя. Если это так, если вы действительно пытаетесь себя обезопасить, то, на мой взгляд, это вопрос как раз-таки личных границ. То есть, они у вас недостаточно крепкие, чтобы чувствовать себя защищённым, но зато, зато вполне возможно вот вам обвинять, ну, или предъявлять претензии к человеку. Просто потому, что вы к себе не прислушиваете, к себе это зажимаете и приписываете это своему партнёру. Поэтому, ваш вопрос, он в целом про погадать, он в целом про погадать и про совет. Психологи советов не дают. Разбираем всё в себе, смотрим свои приоритеты, позволяем этим приоритетам быть, позволяем им направлять поведенческую модель свою и смотрим, как будет меняться ситуация. Само собой, очень важна коммуникация, коммуникация с партнёрами. То есть, какая она у вас? Как так получилось, да, что за три года, по сути, ну, вы, к примеру, не обсудили то, что вас не устраивает что-то. Вот. Мужчина не выразил к этому своё отношение, видно, вы тоже и так далее. Вот вы говорите, что он, значит, присопровнялся мне в любви и так далее. Хорошо? А если чувствуете к нему вы, какое у вас отношение к нему? Может быть, начать стоит как раз таки с осознавания своего собственного отношения к человеку, к тому, как вы его видите, что вы к нему чувствуете, что вы от него хотите и не играете ли вы уже очень давно какую-то, какую-то роль. На этом всё, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!